Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Доброе здоровье! Итак, только, возможно, на моем канале есть такая рубрика, как Школа совершенствования оздоровительных школ, в которой как бы изучается, чтобы вы знаете, не просто я ищу какой-то там рецепт, вот мне помогите сейчас, чтобы вы понимали и, наблюдая за своими близкими, могли им что-то посоветовать, могли что-то такое сделать в качестве помощи, чтобы вы понимали, что, что, как происходит. А не просто констатировали факты, ага, вот то-то, 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 то-то. И вот, это уже не одно видео на эту тему, но я здесь хочу вот показать, когда у человека, там, 50 лет, там, 40 лет, какое-то сложное заболевание возникает, что оно, оно с самого детства вызревало. И надо было спохватиться тогда. То есть, это для будущих поколений видосики, чтобы они понимали, потому что время неспокойное. Вдруг что там случится, а вы даже не знаете, как, как себе помочь, с чего действовать. Ну, смотрите, вот чтобы вы понимали, как все начинается, как все начинается, подтачивание здоровья, с чего. И на что бы, значит, обратить внимание. Я попробую дать и какие-то здесь советы. Итак, письмо Геннадию Малахову от женщины. Здравствуйте, Петрович, я настоял. Пишу разбор своей жизни. Вот что надо обязательно сделать. Если вы серьезно заболели, или хотя бы какие-то недомогания часто появляются, сделайте разбор всей своей жизни, начиная от... И я, наконец-таки, добился сейчас. Вообще, в детстве я росла очень слабым ребенком. Почему? Почему росла слабым ребенком? Такой вопрос. До школы болела бронхитом, пневмония. Это говорит о том, что питание было неправильно. И, возможно, даже тут уже были глисты, что, в первую очередь, от неправильного питания образуется слизь. Страдает легкий, потому что легкая носоглотка выбрасывает эту слизь, которая возникла от неправильного питания. Плюс, если еще у вас глисты, которые размножаются в легких, особенно с кориды, бронхит, пневмония, воспаление легких, надо будет только так, естественно. Пиелонефритом, уже пошло пиелонефрит, то есть уже начинают страдать почки. Дальше, менингитом. А это говорит о том, что, смотрите, когда вот как раз у нас кровь неправильная, то есть в крови много лишних каких-то веществ, много разного рода бактерий, уже от этого, значит, страдает и, естественно, почки, вот этот пиелонефрит, который там, все что угодно можно там придумать, от чего, хотя, я вам говорю, примерно причины. Менингит, заболевание головы и сосудов. Тоже это из-за того, что уже на вот этом вот крахмале, в этом субстрате, который всосался в кровь, размножаются вот эти все эти микроорганизмы, они размножаются и в желудочно-кишечном тракте, о котором как-то особо сейчас не упоминается, и пошло-пошло. Гепатитом А, откуда этот гепатит, как его подцепили? Ну, ладно, пойдем. Помню себя ребенком, года 4 у меня по всему телу были чири. То есть, когда, смотрите, 4 года и по всему телу чири, это говорит о том, что организм уже порабощен гноеродной инфекцией, которая, естественно, ну, а до дошколы-то бронхит и пневмония, а это еще же раньше. Это говорит о том, что где-то неправильно вскармливание было. Просто-напросто ребенку там давали взрослую еду, да, нормально там справиться. А как справиться? А что справиться? Ничего там не следили. Сопляки вот такие были до подбородка, да, ничего. И вот они чири. Если чири, это говорит о том, что 4 года по всему телу, это говорит о том, что гноеродная инфекция захватила весь организм ребенка. И она дальше якобы, может быть, она исчезнет, на самом деле она никуда не исчезает. Она просто уходит вглубь, она, знаете, манифестировала себя вначале вот этим. Далее она уходит вглубь и начинает потихонечку там тлеть, пожирая вот этот весь организм и так далее. Значит, пошла в школу, иммунитет окреп, болела простудами, развод. Ну, нормально. Здесь, возможно, лучше стало пищеварение. Поэтому за счет этого пища переваривается и уже нет таких этих самых субстрата, на котором бы размножались. Ну, дальше. Лет 14 периодически мучилась запорами. Что запоры делают? Это сильнейший источник зашлаковки через толстый кишечник всего организма. То есть, вот это, что там было, бронхит, гепатит, менингит, вот эта черноеродная инфекция, она еще больше получала питание, укрепление, и она продолжала эволюционировать, развиваться. То есть, сначала это были просто микробы, просто бактерии, а в дальнейшем они злеют, и уже возникают колонии этих бактерий, колонии микробов, которые уже начинают представлять, забегая вперед. И опухоли. Годы шли, вышла замуж, в 1995 году почистила кишечник, печень, впервые вышла, почистила, вот это хорошо. Вышло много зеленых камней, утром было 3-4 послабления. Ну, вот эти камни, не то, чтобы говорить, вот эти камни, ну, это свидетельство, конечно, а главное, то, что избавились на какое-то время от токсической нагрузки, которая идет как раз через толстый кишечник, и печень уже не справляется. Плюс что еще? Плюс что еще? И надо же это было закрепить правильным питанием. В 1995 году родила сына, ребенок был маленький, часто болел, и я с ним. А что тут удивительного, вот теперь, как я вам говорю, а что тут удивительного, если в 4 года организм ребенка был заражен гноеродной инфекцией, все это, став взрослым человеком, передалось и ребенку. Часто болел, и я с ним. Куда она денется, когда ребенок зреет в организме матери, зараженной вот этой вот гноеродной инфекцией? Да он такой же примерно и будет. И вот ему-то теперь надо на ус мотать это все, и как от всего этого избавляться, что он получил по наследству. Вот о чем я еще говорю. Каждый месяц гайморит или ангина. Гайморит или ангина, вот это в первую очередь говорит, опять-таки, о плохом пищеварении, и далее о том, что гноеродная инфекция, в первую очередь она захватывает гланды, и дальше сюда распространяется, почему еще гайморит, потому что со слизью, сопли текут, тут ничего не говорится, сопли ниже пупа. В 2002 года аллергия на амброзию. Не надо, вот это, знаете, не надо нам аллергия на амброзию. Как только у вас с желудочно-кишечным трактом будет порядок, вы будете прекрасно перерывать пищу, ходить в туалет, ни какой аллергии, ни на какую амброзию, ни на что не будет. Неправильно понимается, и вот это вот все, знаете, толкуется как угодно. И лечится, лечится, и никак не вылечится. А как только человек прошел курс калиизм, почистил печень, и куда эта аллергия делась? Куда? С 2005 года стала обливаться холодной водой, и простуды отступили. Ну, хорошо, простуды отступили. Но это не значит, что простуды отступили к нейродной инфекции. Она там и осталась. То есть против нее ничего не предпринималось. Она там и осталась. До замужества переболела гепатитом B, работала в больнице медсестрой в процедурном кабинете. Ну, что насчет медиков сказать? Это то, что вы общаетесь с больными людьми. Так или иначе, вы заражаетесь от них. Диагноз хронический гепатит B. Ну, вот медики, все это такое. Ну, а что они там сами как-то не лечат? Ну, что вы? Ну, как вот? Вот в этой желтухой заболели. Желтуха, да почему? Да потому что гнояродная инфекция там есть. Если еще запоры есть, все это дело там добавляется. И он как был, так и есть. Также где-то с 18 лет страдала молочница, герпеса. То есть целый зоопарк разного рода микробов, грибков. И самое плохо, это то, что с возрастом, если они остаются в организме, они мутируют, они видоизменяются. С простых бактерий они становятся какими-то конгломератами. Они становятся, входят в новое качество. Становятся слизью. Эта слизь становится опухолью. Это все прорастает. И все это делается более злокачественным, злокачественным и злокачественным. Время шло. В 2006 году родила второго сына. Когда была беременна, тоже голодала. В дни Икадаши, во второй половине беременности. Но тут голодала, знаете, нету коренного воздействия, такого мощного воздействия против паразитов. Нету этого. Это, ну, вроде как, что-то там она работает. Но не то. Это абсолютно не то. Занималась йогой и ходьбой. Ну, для, как сказать, общего самочувствия организма это хорошо. Ну, в противопаразитарном плане нуль воздействия. Сколько себя помню, все время чем-то лечусь. А можно, значит, вот чем-то лечиться, чем-то лечиться, не понимая, на что надо направить свое внимание. Именно на что, вот если вы направите на что, на что надо, у вас все это исчезнет. И далее, опять-таки, закрепляем. Ну, я в книгах все это написал своих. Чем закрепляем, как закрепляем. Немножко интересуйтесь, чтобы потом вот такого не было. Пила настойку керосина на зеленых орехах. Хорошо чистила кишечник. Месяца два не было герпеса. Пропивала никотинку. После никотинки молочницы и герпеса не было год. Пила 90 дней. А почему бы дальше это не попробовать? Раз она помогает. Раз это все помогает. Мы думаем, что 90 дней и все. Если он уже в 4 года весь был заселен, то здесь, знаете, не отделайся 90 дней или еще. А профилактически еще повторить. Плюс закрепить питание. Если мы питание не меняем, то все это по новой, будем говорить, так же идет. Особенно, если еще человек страдает запорами. Пила черный тмин, пила соду, пью траву. В 18-м году в толстом кишечнике удалили полипы. Видите, вот это вот удалили полипы. Значит, не понимая, от чего образуются эти полипы, их вот там удаляют, их вот это. А это как раз имеется, вот это вот дальнейшее развитие вот этих вот микроорганизмов. Поселился вроде бы там, в толстом кишечнике, условия нормальные. И он потихонечку, грубо говоря, из простых вот таких микроорганизмов становится полипом. В качестве примера развития ребенка. Ребенок это одна оплодотворенная яйцеклетка, которая с течением времени вырастает вот в такой вот организм. А уж тут в полип вырасти, там, простой какой-то там клетки, какой-нибудь там паразита, там, грибка и так далее. Да, вполне естественно. Значит, удалили полипы. Ну, можете посмотреть, они сейчас выросли в новую, если не больше видят. В 20-м году во время пандемии испытала стресса такого масштаба обмана, в голове все не укладывалось. Но вот здесь надо понимать жизнь, принимать ее и относиться ко всем явлениям, вот такое слово на этим, равнозначно. Чтобы у вас не было вот этих каких-то так неадекватных реакций со стороны организма. Кому вы навредили? Вот это общество создало вот это все. И если вы это все еще вот так вот восприняли в негативе и вот так вот в голове все это, вы только себе и навредили. А с пониманием. Дальше действуйте на выборах соответствующим образом, за кого голосовать, что хотеть. Ну ладно. После этого буквально через два месяца у меня обнаружили рак кожи на носу, базально-клеточный рак, надулярная форма. Вот, пожалуйста, как бы сказать, если информация от перенесенного потрясения эмоционального остается в организме, ее тоже надо выводить. Я об этом рассказывал все, как это выводить. Она естественным образом уже начинает вот так вот работать. То есть те какие-то там клетки были, какие-то паразиты, получив вот эту совершенно иную, как бы сказать, атмосферу информации, в которой они живут, они соответствующим образом еще мутируют. Это тоже надо понимать. Это закономерности вот этого вот нашего мира. В зависимости от обстановки здесь живут соответствующие, грубо говоря, зверюшки и так далее. То есть есть сухой климат, в сухом климате одни живут. Есть влажный климат, живут другие. Есть, значит, вода, в ней живут третьи. А если мы меняем вот эту вот эмоциональную, как бы энергетику в своем организме, естественно, те микробы попал под воздействие этой энергетики, они становятся совершенно другими. Так, сделали операцию, после стресса разболелся желудок. Надо выводить дыхание, очищающее полевую форму жизни. Выводить эти все эти стрессы, все эти эмоциональные потрясения, которые оставляют в нас след. Как магнитное поле. Знаете, вот к этому самому магнитикам поводили по гвоздику. И убрали магнит. И уже гвоздик стал магнитить. Так вот этот вот магнит надо убрать, вот эту вот информацию гадости. Разболелся желудок. Вдобавок, вдобавок. Ну, разболелся надо. И еще, еще почему желудок? Потому что когда человек концентрируется на каких-то мыслях, эмоциях, которые его окружают, где эти концентрации происходят, мысли этих всех, она происходит в центре тела. Вот тут как раз и происходит разного рода тогда сбой и так далее. И бывает так, что с желудком мы ничего не сделаем до тех пор, пока не выведем вот эту вот болезнетворную информацию, перенесенную после того или иного стресса. Вот работает. То есть она вот это магнитное поле и держит, и не дает нормально работать. Она отрывает его от всего организма. У нас есть свое поле, которое все это дело регулирует, как должно быть. А тут в результате нашего эмоционального стресса появилось вот так вот, локальное поле. И оно уже, желудок управляется не общим этим полем, а вот этим вот болезнетворным. И пока мы его не выведем, не поймем, как его вывести, толком особо не будет. Так, в 20-м году сделали ФГС, диагноз эрозия желудка. Здесь на эрозию желудка, будем говорить, это и вот это могло повлиять. И плюс еще питание. Чтобы не было этой эрозии желудка, значит, какие-то слизообразующие продукты должны быть, чтобы как-то защищали. Правильное питание, периодичность, последовательность. Здесь, возможно, даже монодиету лучше применить для того, чтобы понять, на какие продукты организм реагирует хуже, на которые нормально реагирует. Значит, лишние убрать, эти оставить. А потом уже можно опять потихонечку возвращаться, два продукта там. То есть это требует, знаете, вот мы бездумно зарабатываем болезни, а для того, чтобы обрести здоровье, надо думать, надо много думать, сопоставлять. В противном случае у вас толком ничего не будет. Эрозию подлечила, но проблемы уже ЖКТ не закончились. Болел весь желудочно-кишечный тракт. Значит, здесь можно было, конечно, и поголодать, и потом правильно начать восстанавливаться. И, конечно же, очистить вот эту полевую форму жизни с помощью дыхания. И опять-таки пересмотреть вот это все питание. Да, болел весь желудочно-кишечный тракт. Микрофлора болезнетворная может так размножиться в этом желудочно-кишечном тракте от всего вот этого перенесенных этих стрессов, что с ней довольно-таки трудно бороться. И из-за этого болит желудочно-кишечный тракт и весь этот самый организм. В 23-м году весной почистила три раза печень с интервалом и недвинили. Хорошо. Выходили зеленые мягкие камушки немного. Важно, чтобы клизь вот эта вот вышла. И для того, чтобы печень нормально заработала. Ну ладно. Летом 23-го года на том же месте опять рак кожи. То есть, если не меняется ничего внутри, то что-то там удалили, что-то там сделали. Это возникает все опять. Врач сказал, можно попробовать удалить опухол лазером и наблюдать. Вы знаете, вот раньше не было никаких там лазеров, никаких там, знаете, вот, когда, ну, к примеру, когда не знали, что есть 4 группы крови. Об этом как-то там особо не задумывалось, что вот это вот, может быть, со стороны крови, там, или еще что-то там такое. Там свои совершенно, как бы сказать, диагнозы ставились, совершенно по-другому относились. Вот не было никаких лазеров, там что-то там делали, это там без всяких этих лазеров. Появились лазеры. О, теперь, значит, лазеры. Теперь исследуем кровь на витамин Ду. Еще, а там есть или там нету. А сейчас уже появляется возможность анализировать, значит, там геном. О, у вас с геномом непорядки. И человеку вот это, знаете, надо это нормализовать, надо то нормализовать, надо все нормализовать. Только успевает стегивать. Ладно. И наблюдать. Вот и наблюдать. То есть непонимание причины следствия, вот с четырехлетнего возраста, когда человек вонил во всех этих фуронкулах, у них одно, наблюдать. А я же всегда вам говорю, не наблюдать, а действовать, понять, откуда это идет, что там. Продолжает развиваться. Продолжает развиваться гноеродная инфекция. Значит, надо воздействовать на нее так, всякий и так далее. Надо восстановить, значит, работу желудочно-кишечного тракта, чтобы как часы добиться этого. Надо восстановить душевное равновесие. Если не поможет, делать операцию. Ну и до каких пор делать операцию? Вот представьте себе, там наношу что-то. Нос убрать, потом часть лица убрать, потом что, голову убрать. Совершенно не вникают в то, о чем я вам говорю. Я была настроена против этого лечения, понимая, что операция не затравит основную причину. Но, наконец-таки, а в чем она заключается? А в чем она? Прочитала вашу книгу по голоданию, решила, буду голодать, у меня получилось, я смогу. Была тверда умеренность. Можно, знаете, голодание, вещь очень хорошая. Но для того, чтобы вывести всю эту дрянь и потом нормально восстановиться, одного там какого-то голодания недельного, даже двухнедельного не хватит. И важно себе подобрать такие методы лечения, самоздоровления, чтобы они вас, прежде болезни, не уничтожили, не стащили ваш организм. Буду голодать. Проголодал один день, 23-го года, дальше. Один день голод, исключение из рациона, все белки животного происхождения, сладкое и хлебобулочное изделие. То есть, наконец-таки, один день, естественно, в голодании, ну, просто дисциплинирует человека. А так он слишком чего-то такого, что можно вот в таком организме, ожидать не будет. Но, тем не менее, организм, вернее, сознание человека дисциплинируется. А вот, смотрите, исключил из рациона все белки животного происхождения. А вот белки-то не надо было исключать полностью и совсем. А на чём вы будете восстанавливаться? Сладкое и хлебобулочное изделие. Ну, нормально, сладкое, да, подпитывает вот это всё. Хлебобулочное – это всё дрожжевое. На каше. Ем только сливочное и топлёное масло. Хорошо. Каши, хорошо. Овощи, фрукты, орехи пью. Морковный свекольный сок. Морковный свекольный сок, он позволяет воздействовать на то, что у вас, как бы сказать, запасы железа в организме не будут истощаться. Потому что вот без белков это трудно сделать вообще-то. Восьмого месяца, двадцать третьего, проголодало три дня, было тяжело, тошнило, рвало. А у вас как раз было тяжело, тошнило и рвало. Вот это голод и начал работать. Вот эта тошнота и рвота, вот это всё очищалось. Как очищается организм? К сожалению, вот на голоде создаются условия и начинается очищаться вот это лёгкие, очищаться там печень, очищаться вот этот вот отдел путём рвоты. Это надо понимать. А вот когда рвота эта закончится, дальше пойдёт. Но это надо понять, это надо выдержать. Или хотя бы как-то это самое. Ладно. Значит, с 23-го отголодала три дня. После голода пила свекольно-морковный сок 600-800 литров. С 25-го, 08-го, 23-го проголодала 10 дней. Уже было легче, потому что частично произошла расшлаковка вот этой всей этой работы. Пила мочу по утрам, по выходным несколько раз в день, так как ходила на работу. Во время голода мёрзла, хотя живу на Кубани, была жара. Да, во время голода понижаются вот эти все эти обмены веществ, и человек мёрзнет, несмотря на жару. На голоде закладывает уши каждый день. Во время голода принимала ванную, теплый душ. Это правильно. Мой вес до голода был 53, ростом 166, после голода 42 килограмма. Так, когда находилась на восстановительном питании, вес поднялся до 48 и остановился. А вот, ну возможно 48, там ещё как-то нормально, хотя, 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 хотя. Ну ладно. Важно, чтобы вы после голодания могли полноценно восстановиться. Что чувствовали, вот какие-то силы есть, что-то у вас такое есть, что можно дальше. Так, на нос каждую ночь делаю компресс из упаленной мочи, во время голода каждый день клизма. Молодец, очищаться надо. После голода стали сильно болеть тазобедренные суставы. До голода тоже болели суставы, но после голода происходило обострение. Но здесь возможно следующее, что уже начинается поражение вот от этой молочницы, которая там, и от этого герпеса, который в организме, мутирует и потихонечку залазит туда, где ему удобно жить. Вот эти суставы начинают болеть. И когда голод работает, он показывает через боли, через вот эти обострения, где находится инфекция и что сейчас происходит. Спасали ванны с обычной солью, магниевая соль плюс сода, а после ванны натирала суставы керосином, настоянным на зеленых грецких орехах. Но на голоде вот эти вот натирания, или если после голода, ну пускай. Через три недели с 23-го голод продержалось 11 дней больше, не смыла, сильная слабость и низкое давление. То есть человек, смотрите, для того, чтобы восстановиться после голодания, надо не просто набрать массу тела какую-то, надо восстановить свои психические резервы, надо восстановить свои духовные резервы, а не восстанавливаться ой как медленно, для того, чтобы потом предпринять голодание. Вот два фактора, психические и духовные. Сильная слабость и низкое давление. На выходе после голода смазала тело левым маслом. Хорошо, полтора месяца не голодала и ездила в командировку. Да, в это время пила керосин, настоянный на грецких орехах, почти на ложке натощак. Но это вроде как хорошо, хорошо. Как раз керосин на грецких орехах, вот против всей этой мерзости бактериальной и грибковой действует. Немного было послабления в диете, так как не всегда было возможно приготовить на большую часть рациона, это овощи, фрукты и каши. И вы знаете, в качестве белка можно было бы использовать самый полноценный белок, эталон, по которому все остальные белки сравниваются, это белок куриного яйца. То есть кушать куриные яйца в виде яичницы, в виде, грубо говоря, сваренных в смятку, там, вкрутую. Вернулась из командировки, стала голодать с 20-го, 11-го. Каждый день клизма из мочи, растирание мочи по часу, пила мочу, компресс из мочи у париона и в ванны. Вот эти, знаете, все, когда на голодании делаются вот эти вот клизмы, да, растирание мочи, там, у париона применяется, а на голод сушит организм. И вот эти вот, все, что я перечислил, это тоже, что связано с уриной, сушит организм. То есть можно себя засушить. Видите как? Человек думает, что вроде как и оздоравливается, а происходит несколько не то. Старалась по возможности гулять или делать йогу, проголодала 16 дней. На последних днях голода после компресса на опухоль, из нее выходила сукровица, и опухоль на миллиметр уменьшилась. Время голода после клизмы вышла слизь, с фотографии прилагаю. Вот как раз вот, вот эта вот слизь, вот эта вот и колонии вот этих вот грибков, колонии этих вот микробов, которые там живут, и которые регулярно поставляют себе подобные в нашу кровь, и она пошла-пошла там гулять. Вот она, вот она. Во время восстановления питания еще три дня, после ночного компресса выходила сукровица с опухоли, после двух недель восстановительное питание пила тратчатку. Водку настойную на черном орехе, плюс полынь, плюс воздика по схеме ничего особенного не почувствовала. Потом несколько дней перерыв, и две недели керосин, настойную на греческом орехе. Изменений никаких. Семь дней я не голодала. После выхода из голода, также продолжала пить морковно-свекольный сок, ела свеклу, приготовленную пару прорушенную рожь, и пшеницу, овощи, фрукты, каши, орехи. С января 2024 года голодала 20 дней. Мучила жажда и сухость во рту. Да, еще раз говорю, на голоде организм сохнет, поэтому вот такое-то и будет. Во время голода после клизмы вышла слизь, как и в прошлый год, фотографии прилагаю. Слизь, вот эту слизь надо найти, средство, которое будет воздействовать на слизь. И кстати, и кстати, вот смотрите, вроде бы мы используем здесь керосин, настойный на грецких орехах. А вот керосин он только раз, у нас всосался здесь, то есть мы выпили его в желудочно-кишечном тракте, он где-то всосался. А вот эта слизь может быть в толстом кишечнике, в нижележащих отделах тонкого кишечника. То есть он туда-то и не проходит. Здесь надо использовать порошки. Противопаразитарку в виде порошков, ту же полынь, ту же тройчатку в виде порошков, чтобы она там вот-вот скапливалась во всех этих складочках, где имеется вот эта вот слизь, и там ее уничтожала. Видите, как можно что-то делать, пить и думать, что да, вроде кровь очищается, но это-то идет, допустим, из толстого кишечника. А воздействия особо на толстый кишечник, на его полость, никакого нет с помощью керосина. Вот тебе и получается. Ну, косвенно, конечно, есть. Больше используют травы в сухом виде, противопаразитарные травы, противогрибковые травы. Все процедуры на голоде так же делали. Во время голода тазобедренные суставы так же болели. Видите, тазобедренные суставы, именно большая сумка сустава, там имеется инфекция. Также были боли под ребрами, справа и слева, и желудок болел. Делала на эти места компрессы. Здесь вот, к сожалению, к сожалению, чтобы вот это вот все прошло, голод должен быть гораздо более длительнее. Как это все выдержит, это уже другой вопрос. Либо же используют другие средства. После компресса на желудок частенько высыпала красная сыпь. На 15-м дне голода самая остоятельная чистила печень, вышла с жижи. Вот она, вот она. Чтобы печеночка заработала. Вот не столько камней там вот эти выходят. Это хорошо, но вот именно жижа. Печень наполняется вот этой всей мерзостью, и она там заставится в виде черной жижи. Накануне вечером тошнило, я выпил мочи и полежал на грелке. Результат после голода стала намного спокойнее нервная система, а голод как раз и успокаивает, да. Перебои в сердце практически ушли, и это влияет хорошо. И тут как раз вот хорошо, для того, чтобы сердце подпитать, пить чай на основе шиповника и боярышника с небольшим количеством метка, сладости. Будет подпитывать сердечко. Меньше стала болеть голова. Хорошо. Перестала болеть спина и шея. То есть где-то там рассосали соли. Хожу в туалет 2-4 раза в день. Вот, вот это уже хороший показатель. Хороший показатель того, что произошли положительные изменения. Боли в суставах остаются. На опухоль этот голод никак не повлиял. Она увеличилась. Но зато произошли вот эти вот положительные изменения в организме, которые постепенно, надеемся, приведут и к тому, что будет воздействовать на опухоль. Когда хожу в баню после голода, у меня после парылки высыпают мелкая водяная сыпь на груди, в животе, пояснице, на внутренней части бедра. На утро все проходит. Вот это тоже, когда мы используем баню после голода, вот идет расшлаковка через кожу. Это говорит о том, что, знаете, вот эта вся эта мерзость бактериальная, она прячется в таких местах, где ее не достанет ни керосин, ни что такое. В труднодоступных таких местах. И вот жар. Почему жар? Потому что под действием жара вот эти все бактерии начинают... Одно то, что лимфа очищается, лимфоток увеличивается, на кожу идет. Это очень хорошо. То есть очищается зараженная лимфа. А другое еще, высокая температура, их убивает. Почему это и происходит? А вот здесь бы, здесь бы использовать почаще. Это испанский плащ. Как он делает, что он делает, все это описано, рассказано. Для того, чтобы вот это шла, расшлаковка через кожу, и не так было тяжело. Практиковала дыхание счастья, когда делала первый раз, стягала пальцы, руки, рот. Вот это вот, вот это именно то. Когда практиковала второй и третий, ничего не почувствовала. Значит, не совсем так практиковала, как надо. Язык не до конца очистился после голода. Язык очищается. Да язык очищается, там знаете, сколько надо там поголодать. Когда очищается язык, это говорит о том, что организм, можно так сказать, стал кристально чистый. Все его ткани, все его жидкости уже не содержит каких-то шлаков. То есть нету их. В конце марта проголодало 12 дней. Последние два дня были очень тяжело голодать, была слабость, я весь день спала. Но это хорошо, когда организм слаб, то не стесняйтесь поспать. Это хорошая вещь для того, чтобы восстановить свой организм. Именно восстанавливается вот эта психическая, духовная энергия. Она восстанавливается сном. То есть человек истощил вот эти вот свои запасы самых тонких и мощных энергий. Решила выйти из голода. После голода пила яблочно-свекольный сок. Хорошо. Яблочно-свекольный сок. Но опять-таки, вы знаете, для того, чтобы желудочек был нормальный, вот хотя бы чай на основе там лопуха, каша-размазник, какой-то кисей, для того, чтобы вот это все как-то покрылось защитной слизью. После этого голода были проблемы с почками. Отекали ноги, пила споры, шквозь, шиповник, полынь, осину. Ну и естественно на почки большая нагрузка, и они потихонечку не сдают, начинают сдавать, потому что еще они там болели уже в детстве. И это. Прошло два с половиной месяца после голода, только сейчас работа почек восстанавливается. А что ж вы хотели? Не все так сразу, вот мы думаем, восстанавливается. Нет, далеко нет. Когда гуляю по утрам, это своего рода моя медитация, прошу высших сил помощи, благодарю за все. Правильно, так и надо делать. Что у меня есть? Настраивай себя на победу и оздоровление. Правильно, так и надо действовать. Сны пророческие мне не снились. Человек оторван. То есть очень такие хорошие, яркие сны снятся на голоде, которые показывают вообще, куда человек идет, что там с ним происходит, как это оздоровление действует, положительно, отрицательно. Это все может во снах вам показываться. Прошу прощение мысленно перед тем, перед кем я виновата. Хорошо, хорошо, это надо делать. Надо очиститься от всех этих разного рода привязок, которые вы чувствуете, что вы перед кем-то виноваты. Это вот как они пиявки, которые сосут вашу энергию. Да извинитесь перед ними, просите прощения, поплачьте, чтобы все это отвалилось. И после этого вы чувствуете себя, как вы умылись и от чего-то освободились. Вот такое чувство должно быть. Так, дальше. Что имею сейчас? Желудочно-кишечный тракт болит. Значит, тут питанием и дышать, дышать, дышать. Вот, чтобы вывести вот этот стресс. Стало спокойнее. Это хорошо, это хорошо. Часть стресса этого вышла. В понедельник сделалось ФГС, диагноз острой эрозии, атрофический гастрит. Газообразование есть. Значит, атрофический гастрит. Значит, здесь опять-таки слизеобразующие продукты. Правильное питание, чтобы ваша слизистая, ну будем говорить, не была оголена в желудке, не подвергалась воздействию даже того же сока, в котором имеются фруктовые кислоты. Чтобы вот это вот были. И обязательно белочек, белочек в виде яйца. В смяточку сделали яйцо. Хопачки. В день по яйцу. Так, газообразование есть. Газообразование есть. Это говорит о том, что болезнетворная микрофлора осталась. И вот на газообразование как раз надо обратить все внимание. А для этого, для этого, как раз надо использовать травы противопаразитарные, типа порошков, чтоб они туда заходили. Заходили и проходили по полости тонкого кишечника, толстого кишечника. Чтоб вот этого не было. Плюс, естественно, продукты соответствующие, которые бы правильно сочетались и ничего там не вызывали этого брожения. Уже с год выпадают волосы. Скорее всего, это вот дефицит железа, дефицит белков. Сейчас пью картофельный сок. Картофельный сок, кину семя льна, завариваю ромашку. Хорошо. Я понял, картофельный сок, семя льна и ромашка, вот эти первые сольные, семя льна и картофельный сок, это как раз обволакивающая, обволакивающая слизистую желудка, с помощью которой он пытается ее восстановить. И плюс еще, правильное сочетание продуктов. Ромашка. Хорошо. Заваривайте ромашку, пейте, она тоже влияет. Ем каши с маслом, правильно, тушеные, отварные овощи, правильно, творог, правильно, мед, на дороге ела орехи. А вот орехи могут не совсем удачно усваиваться. Важно понимать, какие продукты у вас хорошо усваиваются. Вот если орехи усваиваются, какие там вы ели, то нормально. А если вы чувствуете, что что-то толку нету, либо вы там наелись овощи, и пусть у вас там в животе все пыхтит, вы не готовы к этому питанию. Дыхание счастья практиковала 2 недели, дышала 20-30 минут, когда дышала, немного сдавливала в области ЖКТ, груди, руки, ног, потом все проходило. Дышать, дышать, значит, смотрите, почему дышать вообще-то надо не 2 недели, а дышать гораздо больше, и не 20-30 минут, а гораздо больше, доводить до часа, до полутора часов. И при этом дыхание должно быть довольно-таки сильно мощное. У вас не хватает дыхания для того, чтобы активировать вот этот зажим. То есть, вот я примерно вам демонстрирую, можно дышать так. То есть, потихонечку почувствуете, что у вас тело загудело, энергетика поднялась, но этого недостаточно. И поэтому надо научиться дышать гораздо более, не столько внутрь засасывать, как чаще, но примерно так. Во время этого дыхания воздух вот здесь гуляет, как раз снимается энергия, туда он не идет, не вымывает углекислоту. За счет этого энергетика возрастает и начинают вот эти все происходить вещи. Как гудеет, значит, руки, ноги, потом вот это определяется, где вот этот зажим, как кол. и дышать 40-1,5 часа. Особенно, если вы обнаружите, кол у вас возник слева или справа, значит, постараться дышать столько, чтобы он в конце концов лопнул. Не так-то просто это делается, но тем не менее. Так, гуляю каждый день, правильно, пропила неделю травы побуревая, правильно, ничего особенного не выходило, неделю отдыхала, хорошо, можно еще пропить неделю травы побуревая, иногда идет накопительный эффект, знаете, вот она что-то там сделала, но, как бы сказать, не до конца не хватает. Вы отдохнули, опять сделали, выдохнули, опять сделали, и глядишь, тогда выходит. Со вчерашнего дня стала делать микроклизмы с никотинкой, ну, хорошо, как раз никотинка, насколько я понял, влияет на вот эти вот герпесы, на всю эту инфекцию, то есть, ну, я не знаю, никотинка, что подразумевается, никотинка, это никотиновая кислота, как витамин какой-то, либо никотинка, это вот непосредственно с табака какая-то настойка. Опухоль на носу за год увеличилась, патологический процесс, по-видимому, в ЖКТ, ну, по-видимому, по-видимому, если у вас газообразование, и вот это все болит, по-видимому, это не по-видимому, это явно говорит, значит, вот с этим надо и работать, подбирайте по-всякому, подбирайте по-всякому, пишите дневничок, что вам помогло, что нет, после чего у вас идет газообразование, что, что, как вы делали, чтобы вы, в конце концов, обнаружили закономерность, что надо исключить, а что надо оставить. А еще подумала, вот что, я замужем, и мы сможем, прожили 30 лет, и я по своей натуре спокойный, неконфликтный человек, муж хозяйственный и заботливый человек, нас любит, но очень нервный и вспыльчивый. Да, эта агрессия тоже действует на людей подавляюще, когда вот человек, который глава семьи, и вы, как бы сказать, от него зависите, и вот этот гнет вы ощущаете. Естественно, никакого здоровья особо не будет от этого. Хотя вы себя оправдываете, так и сяк, пятое-десятое. Что тут надо сделать? Надо поговорить, естественно, с мужем как-то так. То есть, изменение черт характера, видите, тут мы выходим не просто вот, что опухоль возникла и надо там ее резать или не резать. Мир настолько многогранно на нас действует, что надо вот это все поменять. Все это поменять. Особенно черты характера, которые приводят ко всем этим вещам. Черты характера другого человека, мягко, ненавязчиво. он часто конфликтует со всеми членами семьи и навязывает свое мнение. Ну, вот и все. Вот это вот как раз еще и вдобавок подавляется. То есть, каждая клеточка, смотрите, она должна работать. Каждая клеточка нашего организма, они все, как бы сказать, своим, грубо говоря, локаторами настроены на эмоции нашего организма. И когда мы со своими клеточками разговариваем благожелательно, когда мы полны надежд, когда мы верим в то, что у нас все нормально, мы создаем особый эмоционально-энергетический фон, который благоприятно действует на эти клеточки. Они все это слышат и работает, работает. Как только мы начинаем себя гнобить, или кто-то нас гнобит, а мы внутри скакошиваемся, съерживаемся, все, никогда клетки не будут полноценно работать. И пошло-поехало. Так-то у него часто бывают панические атаки, а мы все от этого страдаем. То есть разобрали, с чего начинается, как продолжается, что бы желательно сделать, чтобы выйти из этой ситуации. Ну я примерно так, чем мог, тем я помог. С большим уважением, Наталья. Наталья, чем мог, тем я помог. Разобрал ваше письмо вот так вот. Вот так вот.